Причем большая часть этих документов была секретами не для американской разведки, а секретами от собственного народа. Куда подевались эти машины сегодня, не знаю. Знаю только, что в этом здании, как и во многих других, где работает чиновничество, многие сожалеют об утраченной секретности. Это сегодняшнее заседание судебной палаты по информационным спорам при президенте Российской Федерации. Его ведет Анатолий Венгеров. У него репутация сильного юриста и темперамент доброго дедушки. Сегодня журналисты судились здесь с правительством за то, что прессу не пустили на предыдущее заседание кабинета две недели назад. О степени влиятельности суда может свидетельствовать то, что Анатолий Венгеров дважды поблагодарил представителя правительства за его присутствие, сказал, что у прессы есть претензии и тут же исправился. Не претензии, а просьбы. Заседание суда носило характер вопросов и ответов из зала, и нам удалось задать сугубо личный для каждого вопрос. Я хотел бы задать вам вопрос как избиратель. Я в прошлом году, и как налогоплательщик, я в прошлом году заплатил массу налогов, и предположим, что к вам пришел человек, попросил вас дать на время этот пиджак. Вы спросите, для чего? 29 мужчин сидят в каком-то зале, распоряжаются моими деньгами, и мне хотелось бы знать, для чего. Я заплатил им деньги, они делают это с моими деньгами. Сережа, мы с вами знакомы. Если вот я вам предлагаю правительство Российской Федерации постановление от 15 февраля о заключении того-то, того-то, с тем-то, с тем-то. Это официальный документ. Мы официальные организации вам распространили. Вот что наделали эти 29 человек. Нам удалось выяснить, что пресс-служба правительства не в состоянии впускать на заседание всех. Действительно, картина с десятками тысяч журналистов на заседаниях кабинета выглядела бы чудовищно. Установить мониторы в другом большем помещении не представляется возможным. Ведомство будет само о себе распространять информацию, и из нее вы узнаете, что они хотят, чтобы вы о них думали. Самое забавное, что вы все равно обо всем узнаете, но только добывать информацию придется в том числе и у врагов правительства. Интерес к деятельности правительства и его стремление по возможности ограничить информацию легко объясним. Правительство занято конкретными делами, делит совершенно конкретные ваши деньги и отчитывается не перед вами, а перед президентом. Кризис отношений между властью и прессой в Государственной Думе выглядит несколько иначе. Депутаты рвутся к прессе, потому что они рвутся к власти. Похоже, что только обладание прессой поможет им преодолеть сиротские комплексы. Не так давно союзные депутаты приняли закон о печати. Они сами очень скоро убедились в своей оплошности. Первый после 1917 года закон о печати позволил обществу с помощью журналистов контролировать власть. Наследник союзного российский парламент не раз пытался свести случайный для России закон на нет. Были придуманы попечительские советы, масса других ухищрений, чтобы если не закрыть свободу прессы, то превратить агрессивных журналистов в собственных прирученных овчарок и науськивать их на врагов. Нынешняя Дума, дитя взаимной вражды прежних депутатов к исполнительной власти, унаследовала влечение к прессе от родителей. Отношение Думы к прессе однозначное. То есть все депутаты в один голос заявляют о том, что правда, которая определяла бы сегодня отношение депутатов к работникам прессы, она исключена. Я прекрасно понимаю, что нашу державу разрушали, раздирали качественным новым оружием. Оно называется информационное манипулирование общественным сознанием. Я совершенно искренне считаю, что ничего более паскудного, чем так называемая российская пресса, нет. И что эта пресса давно и осознанно ведет войну со всеми направлениями власти, собственным народом, информационную войну, у которой нет причины, которая ухитряется изгадить практически все. И поэтому, конечно же, доверяется освещение деятельности парламента любой прессе. Я не пытаюсь как-то лигнуть вашу передачу, я ее не знаю. И думаю, что может быть она просто в силу своей краткости, она может быть не особенно уважена. Но вообще доверять какой бы то ни было прессе освещение деятельности парламента, это преступление. Депутаты без труда определяют причины своего раздражения. Прессу не любят за то, что она считает, сколько вам стоит работа депутатов. Считает их слишком дорогими в сравнении с реальным проком от них. На самом же деле, они просто одинокие, несчастные люди, как пишет в своей книге Владимир Жириновский. Я лидер партии и победивший на выборах. По спискам мы победили 12 декабря. Поэтому журналисты у меня должны спрашивать, что я думаю о помощниках президента. А у нас наоборот. Журналисты спрашивают у помощника президента, что он думает о партиях. Мне как депутату, вернувшись домой, было, конечно, не совсем приятно слышать о том, что, значит, у нас тут многомиллионные охлады, значит, бронированные какие-то автомобили, значит, и созданы условия, ну, вроде бы, чуть ли не заседания на Баганских островах. Если нужен скандал, скандалить должны все. А не Владимир Вольфович и не Гайдар и не Чубайс. А есть еще депутаты, которые скандалят по существу. Сегодня бригада подробностей провела некое подобие исследования на тему, что нужно делать, чтобы угодить депутату. Что вся работа Госдумы сводится к Жириновскому и разговору о каких-то материальных благах. Но мы что, должны скрывать, что Жириновский кричит, пошли вон, что Лахову он называет змеей, женщины России с старыми девами России. Мы все это должны скрывать. Как на ваш взгляд? Нет, я думаю, что скрывать не нужно. Но вы прекрасно понимаете, как профессионал, что многое зависит от дозировки. Среди депутатов есть и такие, кто хотел бы только прямых трансляций, потому что доверять журналистам нельзя вообще. 40 одних и тех же физиономий, которые мучительно думают, какую бы изобрести гадость. Я это очень хорошо знаю. Большой специалист в этом вопросе по унижению и уничтожению депутатского корпуса. Я вижу мои же собственные методы, но, к сожалению, довольно бездарно применяемые. Мы, по крайней мере, делали это весело. Эта дума, конечно, обречена. Трансляций нет, а доверять журналистам нельзя. Эта информация и телевидение ныне является не четвертой властью, а первой, второй, третьей, четвертой. И хорошо подготовленные передачи, направленные против закона, против еще чего-то, не позволят ни одной остальной власти нормально работать. Если мы тут примем закон, а вечером выйдет симпатичный комментатор и начнет его размазывать, уверяю, такой закон в стране никто выполнять не будет. Возволнованность депутатов вылилась в сегодняшнее постановление. Суть в том, что до появления более серьезных законов об освещении депутатской жизни государственным средствам массовой информации предписано освещать работы Думы в еженедельном отчете, в вестях, новостях и подробностях. Как нам стало известно, постановление может пока оказаться абсолютно безвредным. Если не продуман конкретный механизм контроля за содержанием выпусков телепрограмм, постановление просто требует, чтобы солнце вставало на востоке. Установить такой механизм будет трудно из-за взаимной мнительности и вражды фракций. И все же в отношении подробностей допущена серьезная бестактность. Эта передача имеет автора, авторские права защищены, и право на ее производство переуступлено телевидению на довольно непродолжительный срок. Это тот самый редкий случай, когда Дума не может предписывать автору свои сценарии. Она может только закрыть передачу. Хотя сегодня нам предлагают дружить. Это не значит, что вам будут звонить и говорить, Сергей, вот ты там сегодня снимаешь того-то, ты убери его, поставь другого. Нет, мы просто, скажем, вот, тема уголовного кодекса, тема, скажем, проблем экономических каких-то. Мы, допустим, говорим, Сереж, вот есть интересная тема, которая сейчас прорабатывается в комитетах. Она важна для, ну, борьба с коррупцией, борьба с преступностью, она важна для всех, и люди бы хотели сегодня услышать, а что делается в высших эшелонах власти. Вы тогда говорите, ну, что мы посмотрим, кто этим занимается, вам просто адрес дают, вы по этому адресу идете и делаете. Что касается подробностей, то могу вам сказать, что нет ничего, чего боялись бы мы так сильно, как ласки властей, любых властей и в любой форме. К тому же мы уверены, вы всегда сможете выбрать нужную вам программу простым переключением клавиши телевизора. Всего вам доброго.